Еженедельно о самом главном. Смотрите 7 дней на ТНВ. Это визит для татарстанской делегации трижды знаковой. В этом году исполняется 75 лет российско-египтским отношением. После приема татарстанцев президент Египта отправляется на встречу с Владимиром Путиным. И эта североафриканская сторона для Татарстана определена наиболее привлекательным партнером. О глобальных намерениях Рустам Неханов рассказал на встрече с президентом и премьер-министром Египта. После визита мы, конечно же, хотели бы внимательно посмотреть те возможности, которые можно привязать в вашей стране. Посмотреть тот потенциал, который есть у вас. Уверен, что наша работа сегодня-завтра, она позитивный результат в будущем. Дать результаты одно сотрудничество торгово-промышленных по Египту и Татарстану. Республика готова поставлять продукцию машиностроения и нефтегазохимии. Сейчас товарооборот с Египтом более 20 миллионов долларов. Перспективен также туризм, образование, культура, спорт. Почти тысячи сорока шести лет сидели, стояли, учили главные футболистовы. Уже решено. Болгарская исламская академия будет сотрудничать с одним из старейших авторитетных университетов исламского мира, египетском Аль-Асхара. На встрече с руководством судили обмен студентами, преподавателями и проведение курсов повышения квалификации. Болгарская академия, не зря там появилась, эта академия появилась по инициативе президента России, господина Путина. Он сказал, что российские мусульмане должны иметь возможность учиться здесь и получить все необходимые налоги. Но мы понимаем, что нам нужно пройти большой путь, нам нужны наши партнеры, нам нужны специалисты, чтобы эта академия соответствовала всем требованиям, которые необходимы для Богослова. В Каире Рустам Мениханов принял участие в открытии бюста известному российскому востоковеду и государственному деятелю Евгению Примакову. Он стоял у истоков создания группы «Россия-Исламский мир», которую сейчас возглавляет Рустам Мениханов. Здесь наш уважаемый Евгений Максимович, начинал свою трудовую деятельность. Мне повезло, я имел возможность общаться с этим человеком. Я просто взял по бюлку «Альтакы-Магады-Магады-Магады-Магады». И он был очень близок к нашему первому президенту. И наше речи, они были очень близкими друзьями. Рустам Мениханов предложил провести очередное седание группы «Россия-Исламский мир» именно в Египте. Делиться предложениями нашей делегации будет и сегодня. Запланирован целый ряд встреч, в том числе деловой форум «Татарстан-Египет». Дмитрий Иринин, Давид Абдулин, ТНВ, Египет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова